Движение теплоходов у Хабаровска завершилось. Перерыв в навигации по Амуру и речникам пришлось сделать из-за большой воды. В течение двух дней теплоходы занимались вывозом дачников с левого берега. Последние рейсы в субботу встретила Наталья Приходько. Последние утренние рейсы возвращают дачников с левого берега. С 13 сентября дачные теплоходы прекратили курсировать через Амур. Кого ждете? Дедушку. Небось силой приходилось забирать? Да. Последним катером вот едет, считай. Что сказал? Не уеду. Вода подошла к домику. Все, надо ехать. А так не вытащишь. Свежий воздух, нравится. Остановки на левобережье затоплены. Вода подходит к участкам. Предупреждение о временном прекращении навигации у Хабаровска спасатели и перевозчики сделали дачникам заранее. На вывоз урожая и ценных вещей им дали несколько дней. Причаривает очередной теплоход, но посмотрите, он совсем пустой. Людей нет. Кого же он привез-то? А все, нет людей. Закончились? Да. Вчера все вывезли. Не хотя возвращаетесь, да? Да. Хотел перезимовать там, но... Перезимовать? Ну, в смысле... Там же ни света нет, ни тепла нет. Нет, у меня есть все. Будем ждать, когда вода упадет. А когда упадет, вернетесь, что ли? Ну да, там же картошку у меня надо вывозить. Эти дачники пережили масштабное наводнение 2013 года, когда на Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном островах затопило более полутора тысяч участков. Многие хабаровчане дачи с тех пор побросали. Но те, кто восстановил, отказываться от земли не намерены. И теперь за урожаем через реку некоторые планируют добираться своим ходом. Там же люди постоянно живут, которые... Я все лето там жил и обратно поеду в понедельник. Урожай вывозить надо, помидоры я отца переспеваю. Спасли-то помидоры? Конечно, обязательно. Кабачок рекордный. Сегодня взвесили 5 килограмм. Представляете, кабачок. По информации администрации города, движение дачных теплоходов возобновится после того, как уровень воды в Амуре опустится к нормальным значениям. Пока он продолжает расти. Наталья Приходько, Павел Легалин, телеканал «Губерния».